Здравствуйте, друзья! Давайте рассмотрим вот такую резинку. Это изнанка резинки. С другой стороны она выглядит вот так. Петли более ровные и вытянутые. Основой для этой резинки является резинка один на один, только вяжется она немножко по-другому, то есть один ряд по-другому. Называется она полуторная резинка. Эта резинка более тугая, более упругая, чем резинка один на один. Применяют такую резинку при вязании не за изделия, манжетов, на воротниках. И если желаете связать носок с более плотной пяткой, укрепить пяточку, тоже хорошо подойдет эта резинка. Этой резинкой хорошо вязать из пряжи, которая не очень хорошо держит форму, вытягивается. Эта резиночка, так сказать, решит эту проблему. Вязать резинку можно как поворотными рядами, так и по кругу. Для вязания полуторной резинки один на один нужно набрать любое четное количество петель, любым способом. Первый ряд. Провязываем 1 лицевая петля, 1 изнаночная, то есть резинку один на один. Кромочная изнаночная. Второй ряд. Кромочную петлю мы снимаем, лицевую петлю, которую видим перед собой, мы снимаем эту петлю на правую спицу не провязывая, нить за работой остается. Изнаночную петлю провязываем изнаночной петлей, лицевую петлю снимаем, нить за работой, изнаночную петлю провязываем изнаночной, так весь второй ряд. Петлю провязываем изнаночную петлю. Кромочная изнаночной петлей. Первую петлю мы снимаем кромочную, последнюю провязываем изнаночной петлей. Раппорт узора в высоту 2 ряда. Провяжем несколько рядов и посмотрим на образец. Первый ряд провязан. И теперь второй ряд. Лицевую петлю снимаем, нить за работой. Изнаночную провязываем изнаночной петлей. Вот получилась такая резиночка. Это лицевая сторона. Лицевая сторона получается при провязывании второго ряда. Чтобы связать такую резиночку по кругу, нужно набрать нечетное количество петель. При смыкании в кольцо одна петелька убавится. И затем также первый ряд провязываем. Одна лицевая, одна изнаночная петля. А второй ряд опять также изнаночную петлю мы провязываем. А лицевую петлю снимаем, нить перед работой. И также нужно чередовать эти два ряда. Вот такая резиночка. Надеюсь, вам пригодится. Всем удачи, до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok